Есть вероятность, что со второй четверти в школу пойдут все ученики Кыргызстана. Об этом заявил сегодня во время брифинга премьер-министр Кубатбек Буронов. Глава Камина пояснил, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Вопрос решат в сентябре. А перед началом учебного года будет пересматриваться и вопрос относительно общественного транспорта. Сами знаете, в Бишкеке и в регионах изменился график общественного транспорта. Были некоторые ограничения. Поэтому, чтобы создать условия родителям, ученикам, график общественного транспорта ближе к первому сентября мы думаем пересмотреть. Осенью в Кыргызстане начинается не только учебный год, но и стартует агитационная кампания партии кандидатов Джугур-Кукиниш. По словам Кубатбека Буронова, комиссия по гражданской безопасности работает над требованиями к порядку проведения съездов политпартий и их встреч с народом. Глава Камина подчеркнул, что ответственность за эпидемиологическую ситуацию лежит в том числе и на политических партиях. Во-первых, количество участников не должно превышать разрешенное число. В то же время не будет ограничиваться число участников для съездов в онлайн-режиме. Все должны соблюдать санитарные эпидемиологические нормы. Нахождение в помещении более 3-4 часов повышает риск заражения коронавирусом. Поэтому нужно время от времени проветривать помещение, по возможности снизить количество людей в одном помещении. Правительство обеспечит открытое, чистое и справедливое проведение выборов в парламент. К ответственности Кубатбек Буронов призвал не только членов политобъединения, но и самих кыргызстанцев. Ситуация стабилизировалась лишь на 60-70%, отметил премьер. Но в регионах она остается еще очень серьезной. Потому говорит, что в стране все хорошо пока не приходится. Ведь новые случаи заражения, как и смерти от COVID-19, хоть и в гораздо меньших масштабах, но регистрируются каждый день. Приближается осень. Кыргызы издревле проводили то и осенью, когда домашний скот спускается из базбищ. Многие запланировали свои празднества до Нового года. Это традиция кыргызов. Но сейчас, когда нет лекарства от коронавируса, я призываю ограничить проведение таких мероприятий. Сейчас Кыргызстан готовится ко второй волне коронавируса. Эксперты прогнозируют вспышку на середину осени. В стране строится 14 медицинских объектов. В интернете много обсуждений о том, что строительство объектов остановится, что не решается вопрос финансирования. Как премьер-министр я скажу, что таких проблем нет. Возможно, из-за погоды задерживаются работы, но опоздание может быть 4-5 дней. Мы завершим строительство в срок, оборудуем соответствующей техникой. Даны поручения в Минздрав. Они проводят соответствующую работу среди медиков. Я посетил строительство в Орловке. Там работа идет полным ходом. Рабочие тоже понимают об угрозе второй волны и работают над скорым завершением строительства. Вместе с подготовкой ко второй волне коронавируса правительство ведет работу и по реализации инфраструктурных проектов, запланированных на 2020 год. Так, до конца этого года планируется отремонтировать 29 школ, заасфальтировать 265 километров дорог, а в 79 селах появится питьевая вода. На улучшение ирригации в этом году планируется 250 миллионов сомов, из которых 150 уже выданы. В завершении брифинга премьер-министр заявил, несмотря на маловодие, в осенне-зимний период веерных или плановых отключений электроэнергии не будет. Екатерина Токамбаева, Эмиль Талабекулу, Пирамида.